Привет, ребят! Привет, мои хорошие! Вы на канале Дневник Самоделкина. Поздравляю вас с праздником, хорошей такой величественной датой, 9 мая. Всего самого доброго, но речь пойдет, соответственно, не об этом. Так, теперь, ребят, о следующей позиции, которые нужно сейчас сделать, как бы, в принципе, давно пора, это чуть-чуть разгребсти на пороге. Не сильно закидано, но закиданность присутствует, есть. То есть, больше всего места у нас занимает вот этот буфер, динамик заел полностью, то есть динамик вот так вот не делает, не ездит. Смотрел в интернете, вот такой динамик стоит пятачок, 5 косарей. Пока не тянем эту программу вообще, поэтому, в принципе, тут коробок и динамик, ломаться нечем, в сарай просто закинуть, тут он не нужен, стоять, скорее всего, будет ещё долго. Ну и плюс к этому, разгребьте остальную кучу и показать вам результат, но тут быстро, ловко и, в принципе, показывать особо нечего. Я думал, вот это такие нужные все пузырьки, они все пустые, ребят, надо их в мусор выкинуть, в утиль. Вообще, лейка была тоже в мусор, охренеть. Сейчас пока, ну как бы, мусорки нет, сейчас просто складываю в одну кучу и будет оно лежать 33 года и один день. Хотя, конечно же, конечно же, постараться это все надо выкинуть с первой же мусорки, но это мечты, не факт. Нет, тут что-то живёт. Смотри, прям нарядные такие, в любой, любой дом рад будет принят. Ты мне просто завидуешь. Естественно. А что у вас за кипарик такой модный? От Кардена? Как новый. Я понял. Потому что не носите или почему? Как новый? Просто такое качество было. Офигенно, я понял. Все лучшее у вас? Конечно. Хорошо. Ну это да. Вот с этим не поспорю. Видишь, как я выкручиваю? Ловко. Сказать-то и нечего мне. Да ты ж не знаешь, когда мы уходим, кто тут бывает. Ну от этих защищать, от людей других, а не от собак. Ну а собак же он может корешей привезти. Так, вроде расчищается. Сейчас покажу, куда делал буфер. Муфер. Ира негодует, потому что Джордж как бы украл, украл цветок или что он там сделал? Сломал. Ну корни остались вырастики. Да, конечно. Там ветка сломанная. Ничего там не вырастет больше. А в корню? И вырастет. Это однолетние растения. Все, до свидания. Джора, что ты молчит? Нет, что поправдываться. Сказал бы, это не я, это не я. Вот он буфер поставил, пусть идет долго и счастливо. Пригодится нам он совсем-совсем не скоро. Все, почти замкнул. Вот с ним уходите. У всех пустель. Ну ясно, совсем ухожу и коврик сами забираю. Вам достаточно такое? Естественно, конечно. На многое не претендуете. На многое не претендовала и не заработала. Поэтому приходится довольствоваться мало. И то пока никто не видит. Потянули. Между прочим, это я его купила. А, все по-честному. Бензин тоже убираем в сарай, чтоб тут пары свои не распространял. Зачем ты питьевой мой ковшик, из которого я воду пью, ты выносишь его на улице и бросаешь здесь в грязи. Я не вылезу, я поставил его на тумбочку, Ира. Андрюш, ну как кусок грязи уже. Не придумывай. Ну на, посмотри. Ну значит он такой был, Ира. Нет, Андрюш, он такой не был. Я кроликам его в рот не закладываю. Они не с него пьют. Я просто вылил и все. Ты грязными руками его берешь, Андрюш, ты грязными руками его берешь. Ну, как максимум за ручку беру. Андрюш, здесь ковшик, который не хороший. Нет у меня его. Где он? Дайте мне его, буду им пользоваться. С удовольствием прям. Ты до этого им не пользовалась? Я его не видел, я не знал. Мы же его купили, потому что тот исчез. Да ладно? Да. Уже, ребят, преображается, видите. Даже при желании можно посидеть на лавочке. Воду. А тебе отдали вот этот. Я не знал, что мне отдали вот этот. Не надо придуриваться сейчас. Нет, кто придуриваться. Я думал, он вообще разбился или потерялся. Поэтому купили другую. Что? Что? Я тебе сказала, просто грязный. Я из него пить уже не буду. То есть он уже все... Ты мне так не сказала. Видать, ты так подумала. Нет, Андрюш, это было в прошлом году еще. Хорошо, ну положите, я буду его для кроликов хранить. Вот, положите его у кроликов. Ну там, я набираю воду в колоночке и иду поить. Ну ты положите его возле колонки. Там он улетит, там ветер дует. Сделайте себе там крючочек. Мне может там дом сделать себе, Ира. И жить, и пить с корчиком воду. Можете, можете. Начать с малого, просто приделать. Мой корчик кинули, Ира. Может я с ним буду пить-ка. А вы его на землю. У вас это не случайно, да? А что, ваш корчик взяли рукой? Это уже все край. Не просто взяли рукой, а превратили его в грязь. А вот это мой корчик как? Это для животных. И для меня, да? Вы же это подразумевали, Ира? А? Я подразумевала, что это не надо. Нет, ты сказала, может для меня, Ира. Если хочешь, может взять. Ну как и тебе могу дать. Да понятно. Ира, это вонь. Это летний вариант. Они дышат в дырочке. Хорошие туфли. Как резина может дышать? И вот, тут есть перфорация, Ира. Слава Богу. Вообще вонь была такая. Ира, хорошие туфли. Андрюш, куда ты их будешь носить? На парад куда-нибудь? На какой парад? На праздник вообще. На какой праздник? Вышел. В одних туфлях? Нет. А кто их ел? Вот праздник-то будет. Ну мы же поели их, наверное. Может котопес какой-то. Выпинем. Ира, ну они еще гожи. Ну что ты начинаешь? Вот так. Ты у меня все повыкидывал. Мне ходить не в чем. Потом у тебя одежды нет, у тебя одежды нет. Естественно, блин, у меня одежды нет. Все повыкидывает. У меня вот сколько парадных вещей было. Раз, раз, раз. Все вещи рассосались. Кто увидит тебя, знаешь, и подумает, это папины или твои? Не, не. Это ужас просто какой-то. Сына, видишь какая классная. Выкини. Выкини. Ира, ну что ты начинаешь? Ну хорошие туфли. Ну куда ты их будешь носить? Ну они под брюки просто. В основном я в брюках редко хожу. Под светлые какие-нибудь. У тебя есть светлые брюки? Есть. Там, в шкафу. Если вы не выкинули. У меня туча светлые брюки. Были во всяком случае. Ну были, когда-то. Ну значит, мы будем под туфли покупать светлые брюки. Недорого. Какие-нибудь. Какие? Светлые. У тебя есть туфли, Андрюш, хорошие. Они темные, а это под светлые. Все? Сказать то и нечего. Нет, Андрюш, под какие светлые брюки ты сейчас не хочешь? Ну вот мы купим потом под светлые. Потом, когда? Ну когда-нибудь, а вот туфли уже есть, Ира. Нет, это не туфли, Андрюш. А что? Это я не знаю даже как это назвать. Их просто протереть надо и все. Протереть от чего, Андрюш? От пыли. Ну на улице стояли, естественно. Ну как бы это вот протереть, и не знаю чем их надо протереть. Ну как ты вот это будешь носить, вот скажи мне. Ну можно как-то вытрусить. Что? Ну и отдельно же продают стельки новые. Я не знаю, вытрусить их в мусор. Не, не, стельки ж можно приобрести отдельно. Андрюш, ну тут не стелька порызаная. Дно. Дно погрызли. Да, и дно тоже. Ну хер, у вас раз погрызли. Видать, ты специально туда сало какого-то положила, чтобы их съели. Да. Наложила сало туда-то. Ну что-то же заманило туда животных. Конечно, да. Я вот так заманивала, говорила, приходите, приходите. Да, да, колбасой натерла. Да, да, натерла колбасой. Да, может заклепать себе, иди. Если у тебя есть желание, пока их не ухимало. Не выкили. Домашние. Заклепку вот здесь. А я пойму, их надо эти выборок сначала высверлить, а новые заклепать. Конечно, надо. А продаются они новые? Кто? Ну, заклепки такие или это? Да с проволоки зашлепаю, да и все. А как с проволоки зашлепаешь? Они же будут царапаться. Почему? Ну, я что так зашлепаю ровно. А, ровно. На наковальне положил молотком, но смяло. А, ну это такая твердая проволока должна быть. Не обязательно. Но если мягкая, она будет вырываться? Не будет. Все будет четко. С алюминиевой всегда заклепки делают. Ну что, это не твердый металл, как правило. Ну, просто если заклепки покупать, как ты говоришь, это ж надо и клепатель к ним брать. А. Ну, это уже инструмент, который стоит денег, ну, который заклепки затягивает. Нафиг оно того не стоит. Заклепаем. Вот это вот играешь. Можно болтиками. Ну, положи их куда-нибудь и забыть. Это что? Это антифриз. А, сарай туда, да? Который мы покупали. Хорошо. Ну, у нас на доливку ж не было, мы покупали. Долили так долили, да? Нет, я имею ввиду, что ты меня заставил купить антифриз. И у нас большой оставалось. Нет, мы его весь были. Ну, хорошо, давай. Ну, что за нервы? Он-то пригодится, что? Нет, это не нервы, это просто концентрация. Ну, и все, хорошо. Так спокойно было, сам убирал. Бобу-бобу-бобу пришла помогать. Блин. Хай лежить. Потомцы клепоры, надеюсь. Мы вытянем, вынесем туда, поставим, а ее украдут, как и тогда доски. Да, 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 ее украдут сразу. И все. Ну, я надеюсь. Да, да, украдут, украдут, украдут. Однозначно положил украдут. Ну, не мусорщики забрали все дни. Не, его еще я еще часа, я же выволокла тогда сама. Он же тяжелый, я вот так комком его, я еле дотянула его. Надо только ручку отсюда снять. Два часа прошло, мы мимо, проезжаем уже его нет. У нас где-то ручки не хватает, но она типа с комплекта. Ну, такая вот. Где-то на каком-то шкафуле где-то нету ручки. Дрюша, не надо. Ну, вот не хватает. Там уже и шкаф надо вынести туда же. Ну, я не знаю. Там из всего шкафа, знаешь, остались только дверки, и те уже, ну, как бы, не камельком. Он же шкаф внутри старый. Ну, естественно, это фасад сделан. Он знает из чего сделанный. Со шкафа. А, со шкафа. Ну, то прям он шкаф комплектный, ну, как просто двери поменял. Да. Паренек-то мастеровит, ты что понимаешь? Но шкафу надо туда же уже. Ну, просто мы начнем постепенно. Что, потянули? Ну, потянули. Ну, просто неудобно. Ну, давай. Давай отнесем. Сейчас. Пусть забирает. Пока шкафчик. Пока. Правда, мы половина шкафчика потеряли. Сейчас надо собрать, принести. Куда ты идешь? Да, вот боже. Нахрен. Она уже повздулась. Облезла и говорит, может оставить нахер. Пусть люди пользуются, может кто шкафчик утянет. Я ж тот раз доски выносил, кто-то уворовал еще до мусорки. Еще мусорки не было. Смотрю, досок нет. Уж это кому пригодится. Все. Хай забирают. Порову, знаешь, под накрытый навес, эти на голову все равно капает. Капает? Ну, чего? Течет в некоторых местах. Ну, Андреш, ну тут реально дыры есть. Да я знаю. Это, ребята, я просто, просто я ребят эти, ну, как прикручивал, как профнастил и немного иногда промазывал. Вот так, 7-8 раз. И вот так вот. Не, ну где 7 можно? Тут, по-моему, три дырочки. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ну, где-то есть седьмая. Я ж не просто так сказала, что семь. Восемь. Восемь. Девять. Минут пятнадцать. Да. Блин. Ладно. Я просто ни разу этим пистолетом не пользовался, не сильно. Ну, может, смолой. Какой смолой? Замазан. Какой смолой? Я не знаю, вот этой, которая растапливается. Да, ну. Нет? С клеевым пистолетом или драконом. Нет у нас клея дракона? Есть дракон, но дракон протечет сейчас. Жарко сильно. Так быстро не ест. Не схватится. Минут пятнадцать. Я вообще не могу слышать с головой. Да что ты. Да или вы почаще. И вас бы бил. А так только меня. Вот этот час я его буду держать, а час будет сидеть. я понимаю так ребят но я как бы собирался прибирать но я собирался прибирать на пороге несколько проще чем это сделала ира когда пришла и сделала это легкое убранство смотрите ребят как это все стало импозантно классно феерично цветы я явно всегда не ставил но после того что тут было стала красота неимоверно кстати при собачили мой горшочек не горшочек а ты не в пакет не прям в пакет землю надо было на спать зачем и пока что в пакет землю классно вы придумали а пакет не проще было не рассохла короче ребят красота получилось неимоверное все в цветах красоте лавочках можно посидеть и опять в цветах алое какой огромный у нас алое живем же а вот эти не засохнут тени тут вообще не будет не под крыши короче ребят красота получилась неимоверная можно вот так сидеть отдыхать мечтать мечтать о бренности жизни бытия плювать в огород там можно доплюнуть осталось ладно ладно ребят уборка закончена благодаря решению всем пока добра и хорошего настроения теперь-то будет хорошее настроение как гавроша семки есть да 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 так бы приобрели преобразить по везде все это вообще замечает а не только порог это нравится джон векадепность